Явка с повинной. Как трактовать новое заявление Лукашенко об участии белорусской армии в войне против Украины? Сесть за стол переговоров. Такой сценарий прекращения войны предлагает Италия. Согласится ли Киев? Борьба с неугодными. Как в России расправляются с подозреваемыми в госизмене? Об этом и не только говорим в этом информационном часе. В студии для вас работаем мы, Катерина Федотенко, Василий Голованов и вся команда телеканала Украина 24. Мы напоминаем, что помочь Украине в борьбе с последствиями российской войны может каждый из вас. И сделать это просто. Перейдите по QR-коду, который прямо сейчас вы видите на ваших экранах. Российские войска ведут массированные обстрелы Славянска. Бьют из реактивных систем залпового огня. В результате обстрелов в городе вспыхнуло как минимум 15 пожаров. Предварительно в результате российских обстрелов погибли 6 человек. Среди них ребенок. 15 были ранены. Это самый большой обстрел населенного пункта за последнее время. Также российские оккупанты обстреляли Краматорск. О жертвах или пострадавших пока не сообщают. Однако в городе сильно повреждена инфраструктура и разрушено несколько зданий. Прямо сейчас с нами на связи Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации. Павел, я вас приветствую. Ждем от вас подробностей. Здравствуйте. Да, сегодня массированным обстрелом подвергся и Славянский Краматорск. В Славянске, как вы сказали, 5 человек погибло, 15 получило ранения. Всего по состоянию на сегодня, здесь это количество не увеличится, и впредь, в дальнейшем. 7 человек погибло всего в Донецкой области, и 2 человек получили ранения. Массированные обстрелы, авиационные, ракетные удары также были по городу Бахмуту, Славянск-Краматорск, как я уже сказал, и Дружковская громада, это Алексеева Дружковка. Везде обстрелы имеют характер хаотичных обстрелов по гражданской инфраструктуре. И самое, что поражает, это реактивные системы залпового огня. Часть не разорвавшихся боеприпасов, сейчас с ними работают взрывотехники, и, например, в Краматорске еще осмотр продолжается, потому что буквально полтора часа назад обстрел был произведен, я также присутствовал, и мы проводили все необходимые мероприятия. Сейчас, по состоянию на сейчас, жертв, слава Богу, нет по городу Краматорскому. Поэтому это еще раз подтверждение всех моих доводов и слов о необходимости эвакуации. При этом отмечу, что линия фронта не продвинулась, крепительные рубежи наши на прежних местах, и враг не может продвинуться, и это как следствие его такая циничная, агрессивная атака сегодня исключительно по мирному населению. Павел, 1 июля вы говорили, что Украина контролирует 45% территории Донецкой области. Изменилось ли в процентном соотношении сейчас? По состоянию на сейчас, боевая обстановка и процентное соотношение контроля не изменилось. Украинские вооруженные силы контролируют такую же территорию, как и было сказано ранее. Мы прикладываем все усилия, чтобы так в дальнейшем не было. Если говорить об интенсивности обстрелов, заметили ли вы, что в последнее время, последние несколько дней, возможно, сегодня она усилилась, если сравнивать с предыдущей неделей, например, потому что мы сегодня говорили с советником министра внутренних дел Украины, который сказал, что Вадим Денисенко сказал, что после выхода из Лисичанска следующими целями Российской Федерации, главными, будут именно Славянск и Краматорск. Вот расскажите об интенсивности. Безусловно, Славянск, Краматорск, Бахмут, группировка огромная, там сосредоточена. Также я повторю, что генеральный штаб будет давать все комментарии по продвижению, о том, какие успехи, в том числе, и не вооруженные силы Украины. Наша задача совместно и скоординированно действовать в этом направлении. Обстрелы, однозначное количество, интенсивность увеличилась. И, горюсь, все обстрелы, яркий пример сегодняшнего дня, они не имеют никакого отношения вообще к укрепительным рубежам, к линиям обороны и к объектам с военным. Это то, о чем я говорил, и очередное подтверждение, это сеять паник среди мирного населения. Поэтому, безусловно, враг будет концентрировать свои усилия на Бахмутском направлении и Славянском, Краматорском, то есть направлении Лимана и Святогорск. Мы не забываем также о Донецком направлении, это Маренко, Красногоровка и Авдеевка. Там также наши защитники держат в виде обороны и наносят существенный ущерб ежедневно. В связи с усилением и интенсивностью обстрелов, видите ли вы, что больше появилось людей, именно мирных жителей, которые готовы выезжать именно из этих районов, из этих городов Бахмут, Славянск, Краматорск и вышеперечисленные? Безусловно, я одной из первых сегодня где-то в районе 18 мне докладал глава военной администрации Славянска. Вот тенденция, как и как происходит сейчас эвакуация, она происходит ежедневно. Но о ее темпах, количестве лучше я уже скажу позже по результату. Я обязательно об этом скажу позже. Будем ждать успешных результатов эвакуации. Благодарим вас за включение, за вашу работу. Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации, был с нами на связи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова